Израиль продолжает активно наращивать свои силы в непосредственной близости от периметра сектора Газа. Эти кадры сняты сегодня утром в районе Кибуце-Беэре, расположенного рядом с восточной границей сектора. «Сахал в настоящее время прочно удерживает контроль над всеми районами, в которые проникли боевики Хамас в прошлую субботу». Резервные силы разворачиваются и на севере страны, в регионах, граничащих с Ливаном и Сирией. В армии обороны Израиля заявляют, что эта мера направлена на повышение боеготовности в регионе и обеспечение безопасности его жителей. В Метуле, самом северном населённом пункте Израиля, на границе с Ливаном, люди надеются, что здесь боевые действия не начнутся. «Я знаю, что в случае реальной войны с Ливаном или Хизбалой нам придётся немедленно уехать. Хочется верить, что до этого не дойдёт. Мы их не боимся, но мы не хотим эскалации. Мы не хотим никого убивать или причинять кому-то боль. Мы действительно хотим, чтобы это закончилось». Однако война с Хамас продолжается, и для Израиля это стало поводом к созданию чрезвычайного правительства национального единства в составе премьер-министра, лидера оппозиционной партии и министра обороны. Об этом было объявлено накануне вечером. «Израильский народ един. И сегодня его руководство также едино. Мы отодвигаем в сторону любые разногласия, потому что на кону судьба нашей страны. Единство – это то, чего хочет израильский народ. И это то, в чём особенно нуждается израильский народ. «Мы уничтожим эту штуку под названием Хамас. Это тот же ИГИЛ, только в секторе Газа. Мы сотрём их с лица земли». Сегодня в Израиль с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкин. Вот что он заявил на пресс-конференции после встречи с израильским премьер-министром. «У Хамаса есть только одна цель – уничтожить Израиль и убивать евреев. Ни одна страна не может и не хотела бы мириться с массовым убийством своих граждан или просто возвращаться к условиям, допускающим подобное. Израиль имеет право. Более того, обязан защищать себя и гарантировать, что это никогда не повторится». Вопрос о начале наземной операции в секторе Газа пока остаётся открытым. Между тем, днём в четверг сирийские средства массовой информации сообщили о том, что Израиль нанёс удар по двум основным аэродромам страны – Дамаску и Алеппо. Из строя выведены взлётно-посадочные полосы. По мнению экспертов, это могло быть сделано, чтобы не допустить расширения присутствия Ирана в Сирии.